Здравствуйте всем! Сегодня у нас завершающий эфир на этой неделе, поэтому все присоединяйтесь, работаем, тренируемся, узнаем что-то новое, оттачиваем то мастерство, которое у нас уже есть и двигаемся к нашим целям. Здравствуйте, я ваша гимнастка. Здравствуйте! Давай знакомиться. Меня зовут Рудокоролев, мне 8 лет. Как тебя зовут еще раз скажи? Ангелина. Ангелина, очень приятно. Показывай, какой ты хочешь элемент сегодня разобрать. Я хочу с вами разобрать поворот задние. Ну какой ты взяла крутой элемент. Хорошо, давай попробуем. Только я тебя не вижу, я вижу твой потолок, поэтому мне надо, чтобы ты чуть-чуть опустила камеру по ней. Еще ниже, вот так, да. Показывай. Ты размятая, готова? Да. Давай. Понятно. Смотри, чтобы крутить любой поворот, мы должны сначала научиться делать равновесие в этой форме. Ты умеешь делать равновесие в этой форме заднего поворота? Ну вот, видишь, нога у тебя падает. Поэтому я тебе предлагаю для начала выучить элемент равновесия, потому что у тебя нога не стоит в шпагате. Это значит, что в повороте она у тебя также будет падать. Понятно? Поэтому мы с тобой тренируем равновесие сначала. Давай, сделай еще раз переворот, постарайся ноги развести как можно шире. И когда ты вытягиваешь колено, тяни ногу еще сильнее на себя. Верхнюю ногу прям сильно-сильно на себя тяни. Руками тянись к пятке. А ногу тяни сильно на себя. Еще-еще-еще на себя. А руками к пятке. Вот, молодец. Молодец. Смотри, когда ты голову еще выше поднимаешь, вот сядь на шпагат. А можешь ты сесть как раз, чтобы растянуться со стула, например. Садись со стула. Давай, передняя нога на стул. И ты садишься, расслабляешь шпаг. Ты должна с прямой ногой коснуться пола. Окей. Делай наклон назад сейчас. Берись руками за пятку, как ты делаешь в равновесии. И головой тянись максимально назад, вверх. Посмотри на ковер. Вот. Отлично. Умница. Молодец. Вот запомни это положение. То же самое положение ты должна сделать, стоя на ноге. Тебе головой нужно тянуться как можно дальше. Вот, отлично. Супер. Умничка. Ангелина, вставай. И сейчас мы сделаем переворот вперед. И ты встанешь в наклон. И то же самое сделаешь с ногой в шпагате. Так. Вот. Супер. Возьми за пятку и тяни голову наверх. Сначала возьми рукой за пятку. Вставь, смотри. После переворота поставь ногу как можно ближе к рукам. Перехватывай за пятку и поднимай голову максимально назад, вверх. Так. 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 Ой, какая ты молодец. Какая ты гибкая. Супер. А ты умеешь стоять на подъемах? Да. Покажи. Покажи. Супер. Давай сделаем переворот. Вот ты переднюю ногу ставь прямо на подъем, на прямую ногу. А потом уходи на переворот. Поняла? Вот сейчас правую ногу ставь, одну ногу, вторую можешь не ставить на подъем. Встань на носочки. И вот сейчас начинай, на носки встань. Начинай переворот, вот правая нога на подъеме, чтобы ты была максимально высоко от пола. Да. Нет, 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 нет. Нет, ты не поняла. Вот эту правую ногу на подъем, а когда ты в равновесии становишься, там уже на всю стопу. Да, вот сейчас на подъем, правая ножка на подъем, под себя прям шагай, не надо вперед. Не, 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 под себя прям шагай, правая, правая нога на подъем. А ты левую поставила на подъем. Левую на полу пальца поставь. А правую шагай на подъем, поняла? Или не поняла? Вот так? Да, только ты на правую ногу переворот делаешь. Ну да. Ну правую, значит, поставь на подъем. Пошла переворот. Давай. На подъем. Почему на всю стопу встала? Не увидела. Вот здесь на всю стопу вставай. Нет, сейчас не надо на подъем. В наклоне не надо на подъем. Ты первый шаг, свой первый шаг на правую ногу делаешь ближе к себе на подъем. Давай. И начинай переворот с подъема. Так, вот сейчас на подъемчик. Умница. Раз. И берись руками, тяни ножку на себя. Максимально. Два. Хорошо. У тебя есть резина? Да. Возьми резину, пожалуйста. Какая у нас Ангелина. Молодец. Как старается. Прям пополам сложилась. Из подъема на переворот ушла. Все сделала. Сейчас резина поможет оставить ногу. Просто будет легче оставить ее в шпагат. Потому что, когда нога переходит вперед и опускается как бы за пределы шпагата, тогда смещается центр тяжести веса и ты уже падаешь вперед. А когда ты тянешь ногу на себя максимально назад, на себя, на себя, тогда у тебя линия шпагата сохраняется и ты стоишь уверенно на одной ноге. Одевай резину между ног. На самые крайние ячейки. Так, молодец. Все. Теперь поднимай ногу в панше. Отлично. И резину через плечо. Все. Посмотри, у тебя нога как ушла далеко, видишь? Посмотри на нее сверху. Сверху посмотри. Снизу наверх. О, вон куда ушла. Теперь делай переворот вперед. Раз. Оставляй верхнюю ногу так же далеко максимально на себя. Вот. Супер. Теперь вытягивай колено и берись руками за ногу. А голову максимально высоко, помнишь? Максимально высоко голова. Аккуратно. 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 Значит, смотри, когда ты опускаешь ногу, ты первый раз в жизни пробовала это движение, да? Не испугалась? Молодец. Смотри, когда ты встаешь, сначала резину чуть-чуть убери с горла. Окей? А потом уже поднимайся. Договорились? Ты на свою ногу сделала переворот сейчас? Не, я... 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 Ты перепутала ноги. Ну, ты посмотри, как ты здорово сделала. Даже не со своей ноги. Давай. А у тебя это лучше или та, скажи мне? Не, я... Вот это лучше. Точно, да? Сто процентов. Посмотри там, где она? На месте нога? Супер. Давай переворот. Ставь ногу сразу к рукам. Прогибайся. Смотри на ногу. Вот. И ногу тяни верхнюю на себя. Сама тяни. Резина тянет, и ты тяни. Мышцами. Уводи ее прямо на себя. Давай. И тянись наверх. Наверх спиной. Наверх головой. Наверх рукой. Убирай руку с пол. Тянись назад рукой. Назад. О-о-о. Видишь, как ты стоишь? Если падаешь назад, уходи в обратный переворот. Супер. Умница. Молодец. Видишь, как ты уже постояла долго? Резина тебе помогла ногу удержать, и ты поймала равновесие. Вот у тебя не получается без резины, потому что ты просто не держишь еще пока эту ногу. Тебе нужно ее натренировать. Укрепить мышцы, чтобы она у тебя там держалась. Потому что, в принципе, растяжка, видишь, у тебя же есть. Нога же идет туда. Давай еще раз. Закрепим успех. Раз. Два. Смотри на пятку. Смотри, где там пятка верхней ноги. Вот. И смотри на пятку. Делай переворот. Смотри на нее. Оставь голову здесь же. Смотри на пятку. Давай. Ставь на пол. Все правильно. А ноги раскрывай шире. Вот. Давай. Держи ногу правее. Верхнюю ногу чуть правее. Не уводи ее. Скресно не уводи. Выворот на она должна быть. Голова высоко. Вот. Ой, как классно. Давай, бери за ногу и стой. Рука к пятке. Вторая тоже назад тянется. Угу. Вторая рука тоже назад тянется. Назад за пятку. Где правая, туда же левую. Давай. Молодец. Умничка. Достаточно. Аккуратно. 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 Выходи. Аккуратно. Все. Молодец. Видишь, как ты здорово простояла. Здорово. Так. Теперь снимай резину. Угу. Попробуй сделать теперь то же самое без резины. Ты запомнила, как ты делала? Так. Так. И ногу сама тяни мышцами. На себя. На себя. Умничка. Умничка. Ты посмотри, какая ты молодец. Ну, давай еще одну штуку сделаем. У тебя наколенник есть? У тебя наколенник есть? Да. Возьми наколенник. Видите, как почувствовала Ангелина ногу. Она у нее сразу стала в шпагат. Мышцы-то есть, оказывается. И растяжка есть, все, все при тебе. И голова умненькая есть. Все запомнила, все сообразила. Так. Берешь один наколенник. Один. Смотри. Делаешь переворот вперед. И когда ты хочешь захватить ногу рукой, ты передавай наколенник за ногой из руки в руку. Покажи в положении затяжка то, что я хочу, чтобы ты сделала. Поймала затяжку. Так. И передала за ногой. Все. Правильно. И туда, и обратно. То колен вытяни. Чего нога согнута? Вытяни. Вот. Гибкость-то есть. Шикарная. Все. Супер. Молодец. Класс. Спасибо. Даже больше, чем надо сделала. Хорошо. Теперь вот так же точно ты передаешь в равновесии. Поняла? В заднем. Не забудь ногу удержать. Удержать ногу. Как можно выше. Нога на себя. Верхняя. Не забывай про нее. Так. И передавай. Вот. Получилось? Передай. Только один раз. Ну, это уже молодец. Уже хорошо. Давай. Стой. Подожди. Вот ты уже поторопилась. Вот ты поторопилась. Как ты делала с резиной? Как? Ты сначала ее перетянул на голову. Посмотрела, где она там. Где нога? Посмотри. Все. Начинай переворот в такой перешпагате. Медленно. Не спеши. Так. Так. Почувствовала растяжку между ног. Поставила верхнюю ногу в шпагат. Потянула ее еще на себя сильнее. И она сейчас там стоять будет крепко и уверенно. И ты сто раз сможешь передать на коленек. Голову выше. Голову выше. Ничего, 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 ничего. Смотри. Долго не надо стоять в мостике. Медленно. Делай переворот. Медленно. Ногу ставь ближе к рукам. Ногу оставь верхнюю как можно выше. На себя тяни ее. Все. Молодец. Молодец. Отлично. А теперь быстро попробуй. Пам-пам. Два раза. Туда-сюда сразу. На ногу посмотри. Медленно. Нога к рукам. Видишь, твои руки приходится двигать. А ты постарайся не двигать руки. Прям ногу между рук поставь. Вот. Молодец. Ножку на себя. Тяни верхнюю. Натяни ее. Там натяни. Ты у меня очень здорово зависла. Прямо в положении равновесия. Как будто простоял 10 секунд. Хорошо. Давай без наколенника сделаем теперь. И сейчас ты просто мне покажешь, как ты научилась держать это равновесие. Подзависла немножко. Давай еще раз, чтобы я оценила. Давай. Медленно. Сейчас ногу перешпагать. Посмотри на нее. Поставь ее к рукам. Убирай руки. Переноси вес. Вставай высоко. Попа наверх. Нога на себя. Рука с пола. И стою долго, долго, долго. О. Ну, браво. Браво. Ангелина, иди сюда. Ты самая, самая хорошая, приятная ученица, которая впитывает все, что тебе говорят, как губка в себя. Очень стараешься. Запоминаешь, исправляешь, чувствуешь свое тело, самое главное. И я думаю, что тренер очень счастлив с тобой работать, потому что даже за короткое такое время, сколько мы с тобой позанимались, 10 минут, и ты вот уже научилась такой сложнейший элемент делать. Я уверена, что следующим этапом у тебя будет этот поворот по этой форме. Но для начала прямо выучи, зазубри, освои, так скажем, вот это вот равновесие сначала. А потом уже будем поворот учить. Договорились? Все, ты умничка. Верю, что у тебя все получится. Спасибо. Ну, пока. Обнимаю тебя. До свидания. Спасибо за прямой сердце. До свидания. Ну что, какие вы хорошие, какие вы старательные. Ангелина прям отработала на 150% за 15 минут. Знаете, иногда бывают такие тренировки, которые длится 4 часа и не очень много эффекта от тренировки. А бывает, что даже за 15 минут можно такой хороший, классный результат получить. А все зависит от вашего желания, от вашего старания, от вашего хочу понять как и хочу научиться. И буду слушать, и буду исправлять, и буду делать все, 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 чтобы научиться. Согласны? Когда есть желание, есть тысяча возможностей. Здравствуйте. Здравствуйте. Где у нас гимнастка? Вот гимнастка. Давай знакомиться. Как тебя зовут? Сколько тебе лет? Меня зовут Липпель. Мне 8 лет, я из города Чеменя. Вика? Виктория. Знаешь, что означает твое имя? Победа. Виктория, Победа на английском. Это у тебя прекрасное имя, у тебя уже есть заложено в тебе вот это вот победное чувство. Хорошо, Вика. Какой мы будем элемент с тобой сейчас делать? Я сейчас забываю, что я открою за то, что... Ну, тут прекрасный элемент, давай разбирать. Ты у меня подвисаешь, поэтому я сейчас не очень разглядела такой поворот. Давай делаем несколько раз, пока я его не увижу четко. Скажи, пожалуйста, Вика, ты делаешь без предмета или с предметом тоже работаешь? Без предмета. Только без предмета, да? Ясно. Давай попробуем... Покажи мне сначала равновесие в этой форме поворот. Ну, смотри, какая у тебя гибкость хорошая, Вик. Смотри, что ты делаешь. Ты ее ловишь сзади где-то там, а потом дотягиваешь. А ты можешь ее сразу поймать над головой? Ногу свою. Подожди, подожди, подожди. Равновесие разбираем сначала. Сначала мы должны разобраться с равновесием. Нет. Поставь руки над головой. Ты проходила вчерашний эфир прямой? Ты смотрела? Смотрела? Правда? Да. И все делала? Не делала. Давай поделаем с тобой тогда еще раз. Возьми мячик в руки. Мячик. Есть мяч? Мячик есть? Мячик сейчас где-нибудь достанем из рюкзака. Поднимай руки наверх с мячом. Так, почему он у тебя сзади? И плечи сзади. Вот эту ошибку мы вчера исправляли. Убирай живот. Вот. Убирай прогиб. Переноси вес на пальцы. На пальцы. Подними ногу назад немножко. Подними ее с пола. Прямую, да? Не прогибайся. Ты уже прогнулась. Все. Из этого положения делаем мак в кольцо. Ногой до мяча. Какая разница? В том, что ты сделала и в том, что я сказала. Я сказала ногой до мяча. А ты что сделала? Мячом до ноги. Это две большие разницы. Это принципиальная ошибка. У тебя руки должны быть на месте, а нога должна идти к мячу. Понимаешь? Ногу в шпагат. Давай. Мак, шпагат нога. Мак. Давай в кольцо. И раз. Давай, давай. До мяча. Руки не дергай. Руки не дергай на месте. Руки. Давай, давай, давай. Вот. А ты можешь прямую ногу поднять? Максимально высоко. Прямую. И в самом конце согнуть. Махом. Через мах. Не уводи руки. У тебя нога должна дойти до мяча. Удлиненная нога к мячу. Не получается. Видишь, хотя растяжка неплохая. Убирай мяч. Убирай мяч. У тебя есть вот здесь турник. Я вижу. Встань лицом. Возьмись за... Да, вот так. Хорошо. И делай мах назад в шпагат. С прямой спиной. Можешь? С прямой спиной. Не наклоняйся. Аккуратно. Подойди поближе. Согни руки, чтобы ничего там тебе не мешало. Согни руки немножко. Согни руки. Согни руки. Плечи опусти. Встань на носок. Все. Делай мах. Из пятой в пятую. И раз. Не наклоняйся. Где у тебя пятая позиция? Собери ноги. Вот. Собирай ноги вместе. Подними противоположную руку наверх. Наверх. Вот. И теперь смотри. Посмотри, где у тебя ладонь находится. Ладонь. Посмотри. 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 Смотри смелее на ладонь. На ладошку смотри свою. Вот. Вот сюда ты должна довести свою ногу. Поняла? Прямо вот по ладошке стукнуть надо. Стопой. Готовы? Давай. Вот. Молодец. Не надо уводить руку назад. И не надо сильно сгибать ногу. Если ты... Посмотри, что ты делаешь. Посмотри. Ты вот сюда ее сгибаешь. Поэтому руки не достает. А тебе вон туда ее надо согнуть. Высоко. Давай. Вот. Прямую. Смотри. Хорошо. Молодец. Лучше уже. Лучше. Смотри. Мак в кольцо. Выполняется следующей техникой. Сначала прямую ногу ведешь. Вот встань на колени. Встань. Как добрая злая кошечка. Руки на пол поставь. Уходи пока. Уведи от стенки, чтобы ты поняла. Сейчас мы кольцо разберем. Да. Руки на пол поставь. Да. Да-да. Ногу назад на носок. Делай медленно. Поднимай прямую ногу. Это кто там у тебя? Собачка что ли от гавклит? Да? Как зовут? Собачку как зовут? Джесси. Джесси. Понятно. Какое имя красивое. Хорошо. Поставь руки ближе немножко. Видишь, как она тебе помогает. Помогает. Прямо переживай. Живот подтяни наверх. В себя. Все. Прямая нога. У тебя она согнутая. Вытяни колено. Удлиняй ногу. Прямо носком в потолок. Сделай мак. Прямой ногой. Давай. И. Махи. Назад. Опускай ногу на пол. Опускай стопу на пол. Все. Колено затяни. Делай мах. Прямой ногой до головы. Прямой. Прям колено. Чувствую, как колено болит от напряжения. Так сильно ты его натянула, что оно болит у тебя. Делай махи. Молодец. Так. Хорошо. И теперь смотри. Медленно поднимай прямую ногу назад. Максимально высоко. Вот куда ты сейчас махал. И в самом конце сгибай ногу в кольцо. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Сгибай в кольцо. Сгибай чуть-чуть. Не махом, а медленно мышцами сгибай. Вот. И выпрямляй в потолок. И опускай. Поняла? Смотри. То есть у нас идет мах прямой ногой, как ты махала до этого. Идеально прямой ногой. Максимально высоко. В самом конце чуть-чуть сгибаешь. И сразу в потолок выпрямляешь и опускаешь. Вот это правильный мах-кольцо. Покажи нам его. Колено выпрямляй, чтобы тебе больно было. Как вот ты согнула кольцо и выпрямляй сильно. Посмотри на стопу, где она у тебя там. Хорошо, высоко. Давай. И на верхнюю стопу. Где кольцо? Сгибай ногу. Я не вижу, что она сейчас сгибается. Вот. А теперь вытяни противоположную руку вперед. Так. И теперь делай мах-кольцо и лови ногу. Нет. Ты руку увела назад. Руку назад не уводи. Ногу веди максимально в шпагат. Сам в конце сгибай. Да. Молодец. И выпрямляй ее. Прямо в потолок выпрямляй и опускай. И руку убирай. Руку убирай. И опускай ногу. Это начало поворота. И это концовка поворот. Как только отпустила ногу, ее сразу выпрямляй и опускай. И поймала. Нет. Посмотри, моя дорогая Вика. Руку назад ты не ведешь. Договорились? Ты делаешь мах сильной, прямой, ногой. И в самом конце ты чуть-чуть сгибаешь, чтобы она достала руки твоей. Отлично. Живот втянула. И опускай, выпрямляя. Нет. Смотри. Ты сейчас выпрямила с рукой. Ты как бы держала ногу и выпрямляла. А ты должна ее отпустить. И сразу, как только ты ее отпускаешь, она у тебя выпрямляется в потолок и опускается. Запомнила? Так. Живот в себя. Отпускай и в потолок выпрямляй. Молодец. Пятерка. Все правильно. Запомнила? Вставай. Вставай. То же самое делаю у стены. Не, не, не. Рано еще сюда выходить. Давай. То же самое. Берись рукой. Берись рукой. Вставай лицом. Лицом вставай. Лицом, как стоял. Одна рука наверх. Руку куда-то прогнулась. Ты зачем прогнулась? Почему у тебя вес сзади? У тебя вес на задней ноге. Тебе нужно плечи толкни вперед. Лопаты твои толкни вперед. Живот убери. Прогиб убери. Ногу подними с пола. Нет, ты вся прогнулась. Ты прогнулась, ушла назад плечами. А тебе нужно плечи вперед чуть-чуть. Вот. Молодец. Делай мак. Лови над головой ножку. Мак прямой ногой делай до головы. Вот. Сгибай ногу в кольцо. Сгибай. Ты же не прямой хочешь накрутить. Ты в кольцо хочешь. Вытягивай руку. Убирай плечи назад. Ни в коем случае не наклоняйся. Еще. У тебя должны быть касания головы и бедра. Руку вперед. Вот. А голову... Вот. Вставай на носок. Подворачивай опорную пяточку. Вперед подворачивай. Спину наверх тяни. Затылком к ноге. Ногу к спине тяни. Прижимай. Опускай плечи. Отпускай ногу. Выпрямляй ее в потолок. Убирай руку. Хорошо. Молодец. Теперь давай проверим это положение на полу. Ложись на пол. Я хочу, чтобы ты запомнила, дорогая Вика, что когда ты будешь делать правильно, с правильной техникой, у тебя все будет получаться. А если ты будешь делать так, как тебе удобненько, скрутилось там как-нибудь и все хорошо, тогда у тебя не будет получаться стабильно, ты будешь падать. Вот сейчас мы учим правильную технику. Запомнила, вон твоя Джесси с тобой вместе учит. Она уже тоже полегла. Хорошо, ложись на пол. Ложись. На живот. Ноги вместе. Пятки собери. Пяточки. Вот. Теперь из этого положения делай мак кольцо и лови ногу. Не опирайся второй рукой на пол. И раз. Здрасте. А спину поднять. Поднимай спину к ноге. Собери ножки вместе. Давай. И поймала. Раз. Руку убери с пола. Рука выше твоей собачки. Над твоей собачкой давай. Теперь смотри. Опускай бедра. Тазобедренные косточки должны лежать на полу сейчас. Сейчас мы получим правильную форму. Опускай тазобедренные косточки на пол. Опускай тазобедренные. Так. Встань на коленки. На колене встань. На коленочке. Хорошо. Положи руку на бедро. На косточку подвздошную. На бедро положи руку. Где резинка от трусов? Положи в это место. Пояс где у тебя? Руку положи одну справа и слева вторую. Ты меня понимаешь. Вика. Руку положи на бедро. Правую на правое бедро. Левую на левое бедро. Я хочу, чтобы ты поняла, какое место надо к полу прижать. Вика. Ты понимаешь, что я тебе говорю? Покажи мне пояс. Поставь руки на пояс. Поставь руки на пояс. Вот. Отлично. Видишь как? Вот эти места. Поставь, поставь на пояс. Поставь. Ты правильно поставь. Вот эти места. Посмотри. Почувствуй. Пощупай саму себя. Спереди. Вот эти места должны быть прижаты к полу. Запомнила? Вот этими местами ты должна придавить. Как будто бы у тебя там лежит горох. И ты должна этот горох раздавить. Вот этими местами. Запомнила? То есть попа должна быть прижата. Пупок прижат. Все. Ложись на живот. Лови ногу, также поднимая спину. И эти места прижимай. Правая, левая. Тогда у тебя будут ровные бедра. Так. Не вижу Вику. Куда-то камера гуляет у нас. А Вику не вижу. Вид пропадает. Все. Опускай эти забедренные косточки вниз. За которые ты держалась только что. А спину поднимай выше. Давай. И раз. Поймал ногу. Давай, давай, давай. Лови кольцо. Так. Переноси вес назад немножко. Назад. Живот прижимай к полу. Выше спина. Выше. Вот. Да. Умничка. Молодец. Вот сейчас ты лежишь ровно. Теперь нижнюю ногу. Веди назад точно. Чтобы она в сторону не улетала. Заднее колено точно назад за себя. И рукой тяни ногу вверх голове. Вторую ногу вытяни. Вторая нога прямая. Не в стороне. А за себя назад. Точно назад. Вот. Вот. Это твое ровное кольцо. Прямая она там у тебя. Нога ты на ней стоишь. Она у тебя в стороне. Посмотри. Ты увидишь там. Она у тебя в стороне. За себя заведи ее. Точно назад. Достаточно, Вик. Все. Вот. Когда ты встаешь в равновесие кольцо. У тебя должно быть такое же ощущение. Что у тебя бедра ровно. Нету скручивания. Поняла? И ногу ты ловишь у головы. Сразу же. Все. Вставай. Не очень у меня четкая картинка. Ты у меня расплываешься немножко. Все. Хорошо. Давай без застенки. Сделай мне равновесие кольцо. Как мы проходили. С ровными бедрами. Ловишь над головой. Нет. Ловишь сзади опять. Делай сильный мах. Прямой ногой в конце. Сгибай в кольцо. Как мы проходили только что. Встань на носки. Вот. Лучше. Вика у нас улетает из камеры. Камера куда-то гуляет. Вика то есть, то нету. Молодец. На носочек встанешь? На носок. Ну а где финал? Финал смотри. У нас нога выпрямляется. Мы это проходили. Опускается в пятую позицию. А руками тянешься в потолок. Нет. Ты опять взяла ногу сзади. Из-за того, что ты берешь ногу сзади, ты сейчас в повороте будешь падать назад. Смотри, как ты хорошо стояла, Вика. Ты шикарно сейчас стояла. А где финал? Как только отпускаешь ногу, руками тянешься в потолок и прямую ногу опускаешь в пятую позицию. Договорились? Над головой бери ее. Краска поймала. Так. Встаешь на носок. Вставай на носок. Опускай прямую ножку и тянись руками в потолок. Молодец. Видишь, упала чуть-чуть назад, а потом потянулась в потолок. А ты сразу в потолок тянись и убирай прогиб, самое главное. Не оставайся. Когда ты остаешься в прогибе, в конце ты падаешь назад. А тебе не надо назад падать. Оп. Руки наверх. Руки наверх. Руками тянись в потолок, как будто хочешь взяться за потолок. Давай. Нет, опять прогнулась. Вик, я тебе сказала, не делай так, как тебе удобно. Делай как правильно. Тебе удобно прогнуться, поймать ногу там сзади, потом дотянуть и встать в красивое положение. Но это технически неправильно. Ты не сделаешь поворот. Ты должна на счет раз, сразу поймать ногу над головой. Не прогибайся сейчас. У тебя плечи уже сзади. Подними ножку чуть-чуть. Перенеси вес точно на переднюю ногу. Лови. Над головой лови. Молодец. Молодец. Давай. Вот теперь делай поворот. Делай поворот и делай такой же мак сильный. У меня Вика в самом краю камеры. Чуть-чуть, пожалуйста, наведите камеру. Она у вас подвисает немножко. И все, сейчас хорошо, отлично. Давай. Ну вот уже лучше. Даже уже лучше сейчас. Теперь исправляем саму технику. Смотри, делаешь подготовку к повороту. Делай. Припросим. И раз. Выпад делай. Перед поворотом. Что делаешь? Вот. Стоп. Стоп. Вот смотри. Зачем ты отворачиваешься? Повернись ко мне лицом. Живот в тени. Убери прогиб. Сзади ногу подними чуть-чуть. Подними чуть-чуть ножку. Приподними заднюю. Все. Ты сидишь сейчас правильно. Живот в тени, плечи вниз. Плечи вниз. Опуская ногу на пол. Не перенося вес на заднюю ногу. Умница. И вскакивай из этого положения. Давай. В равновесие. Раз. Все. Молодец. А теперь делай концовку поворота. Руками тянись наверх. И прямую ногу опускай в пятую позицию. Примую. Вытягиваю ее в потолок. Так. Живот втянуло. Плечи опустило. Лучше. Смотри. Если ты сейчас в конце поворота не оставишь руки вверх, а куда-нибудь их в сторону уберешь, то ты прыгнешь при прыжке, поджав ноги в груди. А если ты оставишь руки в потолок, то не будешь прыгать. Давай. Вот. Молодец. Не хочешь прыгать? Давай еще раз. Смотри, ты уже не упала. Ты уже стояла. Хорошо. Раз. Плечи вниз, живот к себе. Вес на передней ножке. Так. И лови над головой. Сразу же. И руки вверх. Вот. И головой вверх тянись. Давай. Плечи опусти. Плечи опусти. Давай. Делай поворот. И раз. Живот в себя. И два. Так. А теперь мы делаем вскок. Да? Мы делаем вскок. Быстро. Ты как бы на плее поворачиваешься, а нам нужно встать напрямую, сильную ногу. На счет раз. Вытягивай сильно ногу, упорно. Готова? Давай. Перенесла вес вперед. Плечи опустила. Живот втянула. И на счет раз. Колено вытягивай внизу. Пам. Давай. Вот. Умничка. Молодец. Ну иди сюда. Иди ко мне, Вик. Ты уже гораздо лучше крутила поворот. И форма у тебя была лучше. И ты уже не упала. Ты уже стояла. Ты запомнила все, что ты делала? Молодец. Делай поворот только так. А количество поворотов будет прибавляться за счет того, что ты будешь долго стоять в равновесии. Ты нам очень классно простояла на носке. Показала, что ты это делать умеешь хорошо. И у тебя все прекрасно с функцией равновесия. У тебя хорошее чувство баланса. Ты сейчас правильно поняла, как крутить. И я уверена, что ты 3-4 оборота спокойно скрутишь. Просто надо продолжать тренировать и равновесие, и технику поворота. У тебя все получится. Ты молодец. Спасибо. До свидания. Спасибо. Пока-пока. Ну все. Вы уже должны поворот в кольцо крутить просто безупречно. Да, детки сегодня подобрались у нас на разбор хорошее. Восемь лет такие смелые. И так классно все отработали. Молодцы. Давайте. Кто еще хочет на разбор элемента, напишите в комментариях, и мы еще один разбор успеем сделать. Самое главное это понять правильную технику. Даже без сильных данных, если нет супер гибкости, супер растяжки, если есть хорошее и правильное понимание техники элемента, то он у вас получится. Кто хочет разбор в прямом эфире, напишите в комментариях, хочу разбор элемента. Здравствуйте. Меня зовут Мадина. Сколько тебе? Откуда ты? Из Уфы. Какой элемент ты хочешь забрать? Затяжку. Показывай. Смотри, Мадина, у тебя очень хорошая гибкость и очень хорошая растяжка. Давай чуть-чуть подправим технику. Постарайся поймать за пятку, за подъем, прям за пальцы. Вот. И вытягивай ногу. Можешь двумя руками взять тоже. Только высоко возьмись. В длину удлиняй тело. Прижимайся спиной к ноге, а ногой к спине. Вот. Колено вытягивай, колено вытягивай, живот вытягивай наверх, подтягивай живот. И вставай на носок. Только между ног должен быть шпагат. То есть ты должна чуть-чуть ногу перетянуть и еще сильнее дожать до шпагата. Поняла? Прямыми руками. Руки выводишь чуть вперед, а головой, спиной, затылком прижимаешься к ноге. Так. Доводи ногу до шпагата прямыми руками. Вот. Вот. Молодец. Ты можешь дольше стоять? Давай попробуем дольше простоять. Сначала перенеси вес на пальцы. Живот втяни. Почувствуй, как пятка освобождается у тебя. Доводи ногу до шпагата руками прямыми. Доводи прямой спиной. Затылком тянись наверх. Живот в себя. Руки прямые. Родновесие удлиненное у нас получается. Молодец. Видишь, как долго стоишь. Но когда, смотри, когда ты поднимаешь пятку, ты сразу отпускаешь ногу. Представь, что нога это ручка, за которой ты держишься, когда едешь в автобусе. Если ты ее отпустишь, ты упадешь. Автобус шатается. И тебе нужно держаться крепко. Вот нога это ручка. И ты за нее должна держаться крепко. А если ты ее отпускаешь, ногу, то ты падаешь. Запомнила? Вот держи ногу крепко. Держись за нее, как будто за ручку держишься. Выше руки подними. Доведи руки до стопы прямые. Удлиняй руки. Удлиненная поза – это твоя красота. Шпагат. Вставай на носок и держись за нее. Держись, держись. Видишь, отпустила и упала. У тебя очень сильные руки. Ну вот, уже лучше. А когда встаешь на носок, смотри, ты попробуй ногу еще сильнее прижать к спине. Не назад опускать, а наоборот прижать прямо ее к спине, чтобы у тебя там не было расстояния между спиной и ногой. Руки прямые, да? Лучше. Малин, иди сюда. Ну, смотри, у тебя и так было хорошее равновесие, а сейчас еще лучше было. Ты поняла, что надо сделать, чтобы стоять подольше немножко? Все, ты большая молодец. Я верю, что у тебя все получится. Все, что ты хочешь, потому что очень умная и старательная девочка. Спасибо. До свидания. До свидания. Очень вы старательные девочки. Очень мне с вами приятно работать. Я вижу ваши результаты, потому что каждое слово, которое я говорю, вы глотаете, стараетесь исправить. Даже преодолеваете себя. Стоите в этих равновесиях долго, на шпагатах. Вот сколько нужно, столько и выполняете. Вы молодцы, и поэтому у вас есть результат. Так же и на тренировках. На каждой тренировке вы приходите и по максимуму выполняете каждое задание. И тогда я уверена, что у вас каждая тренировка будет такая же максимально продуктивная, как и наши разборы. А эфиры обязательно сохраню, и вы сможете еще не один раз посмотреть его и позаниматься вместе с участницами этого эфира. Спасибо всем за то, что были с нами. Время у нас подошло к концу. И надеюсь, что этот эфир был максимально полезен. Пока-пока.